В нашей студии гостьи, давайте знакомиться, Оксана Галова массажист и Анжела у нас сейчас лежит на кушетке в качестве модели. Сегодня мы поговорим на тему процедуры обертывания с ламинарией. Здравствуйте, Оксана. Оксана будет проводить Анжеле эту процедуру и заодно вы сможете и процедуру проводить и рассказывать нам об этом. В принципе, да, конечно. Прекрасно. Ламинария это морская водоросль, все верно? Да, морская капуста, морская водоросль. Та самая капуста, которая в консервах еще продается, и мы ее едим. Кто-то догадался не есть, а на себя выкладывать ее. Какой-то человек это придумал, и эффект какой должен быть от этого всего? Эффектов много, пользы много. Все знаем, что давно известно, что морская капуста очень полезна. В ней очень много различных витаминов, минералов. Люди научились ее добавлять не только, ну, не использовать как в качестве еды, но и также использовать в лекарственных целях и в косметологии. Давайте начнем. То есть, а должно попитать кожу? Должно быть какое-то омоложение? Обязательно, обязательно. Да, происходит очень много различных положительных эффектов, таких как, например, используется очень часто при борьбе с лишними килограммами, с целлюлитом, для омоложения кожи, для восстановления, то есть регенерация происходит кожи, насыщение кожи различными полезными веществами, минералами запускают в процессы обмена веществ, кровообращения, ну, в общем, очень-очень много. Предлагаю начать. Да, много, наверное, нужно нам капусты морской. Да, для обертывания, конечно, нужно понадобиться много морской капусты, ламинарии, то есть выглядит она вот в таком виде, как мы ее готовим, получается, ламинария в листах, она, получается, специально ее обрабатывают, высушивают, для того, чтобы ее можно было хранить. Сейчас она не выглядит сухой. Она попадает к вам сухая, она ее вымачивает. Попадает в сухом виде, да, мы ее замачиваем в холодной воде, она восстанавливает свой первоначальный прежний вид, и мы ее уже можем использовать вот в таком готовом виде, так сказать. А имеет она какой-то запах вообще? Да, запах она имеет. Очень приятный, в принципе, да, ну, не сильно резкий, не сильно противный, так сказать. Ровно такой же, как мы покупаем, когда это для еды. Ну, то есть, все тоже то же самое. Кстати, она холодная, наверное, да? Анжела сейчас бодрит. Приятная. Приятная? Очень приятная, да, Анжела знает, какой эффект ее... Уже не первый раз? Нет, я думаю, что Анжела, наверное, читала, слышала, она знает, какой будет потрясающий эффект после... Так ли это, Анжела? Да. Ну, то есть вы уже такое пробовали делать? Нет, я еще такое не пробовала, но мне кажется, это очень классно. Ну, а вот сейчас что вы чувствуете? Она тепленькая, она, как раз, холодная? Вот приятный холодок. Приятный холодок. Ага, не холодная. То есть нужно... Она подогрела. Разложить. Немножко, да, для... Я не скажу, что я сильно грела. Какой большой вкус. Да, то есть листы, они различные, то есть они произрастают различной формы, различных видов, и, соответственно, ну, вот есть какие-то они большие, а есть вот какие-то вот прям большие. Гигантские. Листочки, да, и можно полностью... На какую часть тела больше всего вы рекомендуете накладывать ламинарию? Ну, как я и говорила, что в основном используется для борьбы с лишними объемами, ну, как бы борьбы с целлюлитом, поэтому все-таки больше накладывается на зону ног, передняя, задняя поверхность ног, живота. Это основные, как бы, места, куда используется ламинария. Оксана, скажите, а как часто можно делать? Можно ли вообще не снимать, а обменять? Снял одну ламинарию, сразу новую нанес и ходишь в ней. К сожалению, так нельзя жить с ламинарией и входить в ней. Нет. К сожалению, нельзя. Вообще, ламинария лучше ее использовать так же, как и массаж. Мы рекомендуем использовать курсами. То есть, и больше эффект достигается все-таки вместе с массажем. Любым либо классическим, либо лимфодренажным, либо антицеллюлитным. Очень часто такой. И дополнительный эффект, вот, обертывание ламинария. То есть, это прям двойной удар, так сказать, для борьбы с целлюлитом. А это перед сеансом массажа, после массажа? Да, это можно использовать. Я так понимаю, что первый этап у нас уже прошел. Мы положили ламинарию. А сейчас нужно будет все это обернуть целлофаном. А зачем? Должен быть какой-то такой парниковый эффект? Вы знаете, для холодного обертывания не обязательно. Он не требуется дополнительной термообработки. Ну, мы просто для удобства и для... Больше все-таки для удобства клиента, для удобства нашего гостя. Потому что человеку будет не совсем комфортно лежать. Она будет все-таки охлаждаться. И, ну, как бы, не очень приятно, конечно, будет. А как долго надо лежать? Чтобы эффект, как бы, возник, надо час-два... В среднем процедура обертывания длится где-то минут 30. 30 минут надо лежать? Ну, нужно смотреть по ощущениям человека. Это очень важно, это очень обязательно, потому что... Какие могут быть ощущения у человека? Жения, что может быть? Ну, у всех организмы разные. Все по-разному воспринимают различные обертывания. Поэтому человеку может быть некомфортно, может быть неприятно лежать вот вообще, вот что-то на нем лежит. Да, есть люди, которые не очень любят долго лежать на обертывании. То есть 30 минут для них это прям каторга, если так можно сказать. Ну, неприятно, как бы, долго лежать. У нас, к сожалению, нет 30 минут. Поэтому мы вынуждены так вот быстро об этом рассказать, быстро показать. Вот, допустим, Анжела уже лежит 30 минут. Дальше что происходит? Вы ее разворачиваете? Мы ее разворачиваем, убираем листы ламинарии. Все, они больше использоваться не могут. Вот, и человеку рекомендуется вообще лучше, конечно, просто протереться, ну, как бы промокнуть тело полотенцем и наслаждаться продолжением эффекта от обертывания. То есть за 30 минут все микроэлементы там, да, которые были в ламинарии, и каким-то образом через поры попадают в кожу, остаются на ней. Поэтому лучше душ не принимать, это не смывать. И сколько с этим ходить? Несколько часов? Ну, в принципе, да. Да, ну, то есть как бы можно до конца дня, допустим, если это в начале, либо в середине, можно до конца дня, вечером принять душ. То есть пошел по своим делам дальше, продолжаешь жить. Да, конечно, никаких, никаких, но если есть, появились какие-то неприятные ощущения, ну, мало ли, всякое бывает, то, конечно, лучше пойти смыть это все. А вот, получается, массаж, он как дополнение, но не заменяет обертывания. То есть, да, это классно работает в совокупности. Это все в совокупности, да. Ну, вот, а есть ли какие-то альтернативы ламинарии, получается, это... Ламинарии, ну, вы знаете, альтернатив, по сути дела, нет. Ну, есть... Нет, есть просто еще ламинария в виде порошка. То есть она измельченная в виде порошка, как бы вот как глину видели, наверное, да, порошочек. То есть она в измельченном виде, ее также нужно теплым одеялком. Спасибо большое. Спасибо большое. Оксана Галова была и у нас в студии и рассказала о том, что же такое ламинария, какие эффекты для того, чтобы вы были еще краше и стройнее. Хорошо у вас? Хорошо. Приятно.